Творчество, техника, дети всех от безделья спасут. Под таким девизом юные изобретатели открыли юбилейную профильную смену Академии технического творчества. Отметить 25-летие слёта собрались не только его непосредственные участники, но и те, кто стоял у его истоков. Один из основателей Академии Александр Емельянович Шрам в этом году отметил ещё и свой личный 75-летний юбилей. Нынешнее поколение юных техников поздравило его и свою любимую смену с этими знаменательными датами, зажигательными танцами и ярким флешмобом. 25 лет назад, тогда, когда родилась идея, у нас в обкоме профсоюза был свой оздоровительный лагерь. И мы решили, чтобы все детские коллективы технического творчества, которые были по лазным лагерям, собрать на четвёртую смету в августе отдельно и обозвать это первым областным слётом технического творчества. Вот с этого всё началось. И так мы продолжаем 25 лет. Вот с года в год всё лучше, всё серьёзнее. Отрадно то, что сегодня, вот мне гордость какая, сегодня руководителями кружков работают те дети, которые были на первых слётах нашей Академии. Сегодня настолько помолодел слёт, что радуешься развитию детского творчества. 25-й слёт собрал около 200 воспитанников станций юных техников и научно-технических кружков из Омска и районов области. Среди них есть как победители и призёры всероссийских соревнований, так и моделисты с небольшим пока опытом, но большими планами. После церемонии торжественного открытия юные конструкторы провели показательные выступления, где продемонстрировали возможности своих изобретений. Это баги восьмого масштаба, развивая скорость до 110 км в час. Ну, резвый и тяжёлый. Участвую на соревнованиях в Омске. Успехи есть, уже два вторых места, и всё это нравится очень. По традиции в рамках Академии технического творчества проводятся областные соревнования по моделированию. На протяжении двух недель участникам слёта предстоит состязаться в авиа, суда, автостроении и ракетно-космическом моделизме. Причём во всех испытаниях юным техникам предстояло как показать совершенство конструкции своих моделей, так и умение управлять ими. Нужно пройти дистанцию. Она состоит из восьми, так сказать, ворот. И по определённому ходу нужно пройти эту дистанцию, не задев сами ворота, буйки. Соответственно, чем меньше промахов, тем лучше. Участвовать, собственно, будут два корабля. Это вот мой, Стронгбов, и парусный пароход. Этот корабль мы делали вдвоём. Это я и непосредственно мой руководитель Владимир Иванович. Мы используем различные материалы, делаем болванки. И из этой болванки потом выливаем дальше из стеклопластика корпус. Ну и дальше уже по чертежу. Внутри там стоят две рульмашинки, которые непосредственно управляют поворотом вправо и влево. И два электрических двигателя, которые работают от трёх аккумуляторов. Слёт не сводится только к соревнованиям моделистов. Ребят также ждёт насыщенная развлекательная и образовательная программы. Они поучаствуют в научно-практических конференциях, творческих выставках, конкурсах, встретятся с интересными людьми, посетят экскурсии, проявят свои таланты в интеллектуальных играх и творческих заданиях. По итогам смены будут определены лучшие участники. Их имена объявят 29 августа, в день закрытия слёта. После чего ребята отправятся совершенствовать свои изобретения и создавать новые, чтобы в следующем году показать ещё более достойный результат.